Я никогда не стремился быть богатым. У меня одно рабочее место в жизни было. Когда хороший рынок, все зарабатывают много денег. А вот что будет, когда рынок будет плохой? Вот это очень важный вопрос. Ты почему-то делаешь это, потому что не можешь иначе. Я не знаю, что меня мотивирует. Нет ничего такого внешнего. Я не знаю, деньги, слова. Ничего это точно меня не мотивирует. Есть какой-то внутренний драйв. Ты почему-то делаешь это, потому что не можешь иначе. Вот по моему опыту и, мне кажется, по моему ощущению, это, наверное, может быть, единственный правильный мотиватор для человека, если он хочет добиваться высоких результатов. Мотивация вообще, мне кажется, у человека, она что-то такое внутри. Не потому что ему денег хочется. Что-то должно быть такое, что движет тебя к какому-то такому светлому будущему. Попав в эту колею, ты уже чувствуешь, что ты, с одной стороны, вот этот внутренний драйв, а с другой стороны, ощущение, что ты уже из нее не можешь выпрыгнуть. Ну, без каких-то там чрезвычайных потерь. Потому что вот так динамично и так напряженно наша жизнь, что тебе все время нужно оставаться конкурентоспособным. А для этого нужно вот встречать новых людей, искать новые идеи, соприкасаться с какими-то новшествами. Не могу сказать, что я очень хорошо это делаю и прямо у меня какая-то замечательная система. Но я все равно стараюсь придумывать себе какие-то конференции, какие-то вещи. Я никогда не стремился быть богатым. У меня одно рабочее место в жизни было. Я на Северстале всю жизнь свою проработал. В разных должностях, правда, всю жизнь. Я никогда не был предпринимателем. В этом смысле просто приватизация и последующие события сделали меня предпринимателем. А уже на базе Северстали мы стали искупать самые разные активы в самых разных секторах. Просто было интересно, было видение того, что есть перспективы по созданию стоимости. Я вот прочитал недавно фразу Рокфеллера. Если вы хотите заработать деньги, то у вас их никогда не будет. Ты должен хотеть, непонятно почему, но просто внутренне хотеть создание стоимости, каких-то успехов, каких-то продвижений вперед. И тогда это тебя заставляет двигаться всегда вперед. И вы спросили, что я делаю с собой. Не то, что уж очень много делаю, но все равно стараюсь регулярно и задаю себе вопросы. А где я отстал? Что надо делать? И пытаюсь как-то развиваться, учиться, куда-то ездить, с кем-то встречаться, что-то разговаривать. Я не могу сказать, что я сильно преуспел в этом, но пытаюсь. Мне очень помогают мои коллеги. Они тоже время и время что-то находят, какие-то вызовы приносят, какие-то идеи и так далее. И как-то это заставляет двигаться вперед. Если вы, не знаю, металлург, машиностроитель или занимаетесь, не знаю, ритейлом или золотом, очень важно читать, смотреть, думать про многое другое. Причем не обязательно про другие индустрии, а про другие части жизни, про культуру, про искусство. А все равно все правильные идеи, как показывает практика, появляются на стыке чего угодно. И очень важно как-то понимать, что думают люди, куда идет мир и так далее. И в этом смысле очень важно, так сказать, как-то стараться следить, что происходит в целом. Зачем я сейчас слежу? Вообще какие-то очень интересные современные тренды, непонятно, куда они нас заведут. И они влияют на все, на то, как мы едим, одеваемся, путешествуем, делаем бизнес-проекты. Это цифровизация, обмен информацией, интернет. Роботизация обещает много всяких неожиданностей. Новая мобилити, то, что связано с самоуправляемыми машинами, новыми средствами транспорта. И вот для нас, для компании, я считаю, один из главных вызовов – воспользоваться возможностями и избежать рисков, которые это несет. Вот мы все, я в частности, вырос в огромной индустриальной компании, которая, по сути, повторяла культурную парадигму начала 20 века. Вот помните, Форд сказал, что клиент может получить у меня автомобиль любого цвета, если этот цвет черный. Вот это все было реализовано, как я понимаю, абсолютно ярко, не только в отношении маркетинга, но и вообще в отношении людей. На знаменитых фабриках Форда, которые были супер успешными в свое время и делали огромный шаг вперед по сравнению с той эпохой. Для того времени был типичный механистический подход к определению места и роли человека в процессе производства. Это были биороботы на конвейере, биороботы в офисе, там рассказывают легенды о том, что у Форда был кабинет в лифте, и он ездил между этажами здания, и он смотрел, так сказать, как работают клерки. Или сам Форд пишет, что у него был дурак в компании, целью которого было читать инструкции. И вот пока он не поймет, эти инструкции не пускались в работу. Считалось, что уж если он поймет, то все остальные тоже поймут. К чему я это рассказываю? Вот это такая квинтэссенция очень яркая, того, что ушло совсем в прошлое, да? Но элементы этого ведь остались по сей день. И в нашей компании Боис тоже, и во многих компаниях в этом мире. Но это больше не релевантно, и будет побеждать тот, кто сможет по-другому построить внутреннюю культуру, в том числе огромных старых индустриальных корпораций типа Северстали, или металлургических, машиностроительных. Насколько мы к этому готовы, насколько мы понимаем это? Это же огромное изменение в сознании людей, в отношении к жизни. Главный наш фокус – это быть более клиентоориентированными. Только за счет этого мы видим возможность создать реально высокую стоимость в нашем сегменте, в нашем секторе, который очень конкурентный, и где создать и удержать конкурентные преимущества долгосрочно практически никто пока не может. Значит, как мы собираемся это сделать? Мы хотим быть настолько полезными нашему клиенту, чтобы он хотел оставаться с нами всегда. И это не только в металлургии и в любом другом секторе. А как этого добиться? Значит, нужно людей как-то выстроить, как-то найти такие методы, чтобы наши люди были вовлечены в это искренне, заинтересованно, постоянно. То есть это означает, что нужны другие отношения между людьми. Бизнес делают не машины, а люди. Каким бы высокотехнологичным или невысокотехнологичным считался сектор. Кстати, низкотехнологичных секторов, наверное, уже и не осталось, потому что вот эти современные технологии, они универсальны, везде применимы, везде востребованы. Что еще? Ну, фокус на клиента, конечно, контроль за издержками, новые технологии, и нам предстоит все это сделать, плюс, конечно, диджитализация. Она точно меняет наш мир, наше лицо, и все это на базе людей. Есть американская поговорка «в ураган летает индейка». То есть, когда хороший рынок, все зарабатывают много денег. А вот что будет, когда рынок будет плохой, вот это очень важный вопрос. Есть важные условия, которые важно при этом соблюдать. Я считаю, первое должно быть свобода предпринимательства. Рыночная свобода, которая позволит предпринимателям создавать и создавать эти новые рабочие места. Как мы сегодня видим в среде интернета, услуг. А если мы придем в ситуации, когда все из одного центра госплана планируется, как это было там 20 лет назад, но это, боюсь, не будет эффективным. Второе, должны быть механизмы. Но если будет первая рыночная свобода, то есть срожатся механизмы, адекватные механизмы в образовании, здравоохранении, социальной среде. Я думаю, что мы стали лучше понимать, как двигаться вперед. У нас было очень много ошибок. И я потерял огромную сумму денег. Множество ошибок сделал. Иногда меня спрашивают, а вот у вас были ошибки? Так забавно слышать такие вопросы. Видимо, люди как-то полагают, что если ты в рейтинге, вот, уважаемого Форбса, например, высоко находишься, так ты, наверное, какой-то совершенно другой и непогрешимый. Да куда там? У меня было море ошибок. И вот через эти ошибки, через эти годы, я надеюсь, мы стали лучше понимать, как правильно двигаться дальше. Недавно услышал фразу в РБК, по-моему, по телевизору. Никто в конце жизни еще не пожалел, что слишком мало времени проводил в офисе. Ну вот это еще один из уроков. Это моей жене судить, не детям, но я стараюсь. В общем, я точно стал больше выделять времени на общение с семьей, на отдых сейчас, чем 10 лет назад. Даже 5. Я четко стал понимать, что надо вырабатывать очень четкие критерии взаимоотношений. Максимально четко ставить задачи, договариваться о правилах игры со своими коллегами, сотрудниками. И ставить задачи, и потом мониторить выполнение. Задачи эти, они должны быть и количественными, там, такими бизнес-задачами, там, в части саморазвития, в части культуры, работы с людьми. Если эти задачи достигаются, люди меняются сами, растут. А это принципиально важно, чтобы человек строил культуру. Нам нужна определенная культура, поскольку, по моему глубокому убеждению, именно культура является ключом к долгосрочному успеху. Она позволяет заработать больше в долгую, да, и потом, ну, только в определенной культуре хочется работать и как-то интересно работать. Так вот, эти задачи, договариваясь с людьми по этому вопросу, надо дальше не терять зря их свое время. То есть, если человеку не нравится это, если человек не может с этим справляться или не хочет, тогда надо как можно быстрее расставаться. Вот мы строим компании, как мы уже сегодня говорили, где люди должны быть сфокусированы на результат, там, двигаться вперед, демонстрировать переженность ценностям и так далее. Если люди имеют другую повестку и нацелены на злоупотребление, то они по определению в этом не могут участвовать. У них тогда совершенно другая повестка дня получается. Они хотят решать свои личные вопросы, а при этом делать вид, что они соответствуют общим требованиям, настолько, чтобы их там не выгнали, да. И мы с очень четкой и бескомпромиссно с этим боремся. Я считаю, что стратегически человек не может быть успешным, если он не этичен. И компания, которая не построила правильную этическую культуру, не будет успешно долгосрочной. Какая бы конъюнктура там сегодня ни была, и чем бы она там ни способствовала. Этические принципы – это далеко не только коррупция. Это такой, знаете, базовый штук, пререквизит, да. Уважение к людям. Вот особенно в нашей стране, к сожалению, не всегда люди последовательно демонстрируют уважение к людям. И для нас это принципиальный вопрос. Начиная от стиля общения и заканчивая просто вот какими-то такими фундаментальными вещами. А кто не хочет разделять эту идеологию, не должен тратить время и свое, и наше, и пытаться у нас работать. Он должен уходить и искать себе лучшие доли, может быть, он не достоин где-то в другом месте. Вот какие-то такие этические базовые вещи. Уважение к людям, желание и готовность быть клиент-ориентированным. То есть думать о клиентах, обслуживать кого-то, да. Вот это очень важная такая вещь тоже в нашей культуре. Согласитесь, до недавнего прошлого вообще такая не очень типичная. Надеюсь, все больше и больше появляющаяся, но тем не менее не автоматически присутствующая. Желание обслуживать кого-то, желание кому-то служить, да. Готовность меняться, учиться. Вот что я считаю, у меня там время от времени спрашивают, какие, я считаю, должны быть свойства успешного человека. Вот одно из свойств, я считаю, фундаментально важных. Готовность человека узнавать правду о себе, о ситуации, независимо от того, какая она есть, какой бы она ни была. Это зачастую очень трудно делать. И второе, меняться в соответствии с этой правдой. Учиться. То есть те, кто не хочет этого делать, им нет смысла у нас терять время. Мы тремуем от всех наших сотрудников, без исключения, быть готовыми разбираться, быть кооперативными, демонстрировать уважение к клиентам, клиент-орентированность, уважение к людям, естественные этические ценности и учиться, меняться. Вот. То есть очень важно, чтобы твоя бизнес-модель была устойчива не только по издержкам, не только по такой формальной конкретно способности, но и стратегически уместно в контексте развития среды. При этом мы, конечно, сделаем какие-то сценарии, что-то пытаемся прогнозировать, но это не более чем прогноз. И с пониманием того, что мы можем только пытаться понять, что будет, если, но мы не можем предсказать будущее. Конечно, мы понимаем, что будущее отличается от прошлого. Хорошая, красивая, расхожая фраза говорит о том, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. При этом нельзя опыт прошлого полностью игнорировать и говорить, что будущее никак не связано с прошлым. Тоже нельзя. Поэтому, с одной стороны, да, надо пытаться прогнозировать. При этом мы, понимая все ограничения, о которых вы говорите, мы стараемся не прогнозировать будущее, а писать для себя сценарий, что будет, если. Вот если это так, то вот как это может быть так, а вот если это так, может быть так. Отдельные элементы исходных условий, как нам кажется, проще моделировать их разброс. Примерно можно говорить, что вот эта цена скорее будет в каком-то таком диапазоне. Этот диапазон может быть большой, но хотя бы что-то. И тогда, если это, это, это сложится примерно так, то может быть примерно такой сценарий. Очевидно, что если все арифметически хорошо учесть, то тогда получается очень много вариантов. И мы вот дальше, по сути, пытаемся анализировать все с точки зрения двух тестов. Первый главный тест на нашу конкурентоспособность. Для нас принципиально важно быть конкурентоспособным. А что такое конкурентоспособным? Конкурентоспособным лучше, чем в среднем, желательно одним из самых лучших. За счет чего? За счет фокуса на клиентах и за счет лидерства по издержкам. За счет чего это? За счет культуры, которая позволит нам воспользоваться технологиями, создать нужные продукты и применять нужные методы понижения издержек. Редактор субтитров А.Семкин